С 13 по 22 июля в городе пройдут встречи научных сотрудников с актюбинцами, представителями рода ЖТРУ. Цель встреч – привлечение людей к участию в масштабном научном проекте по исследованию генетической генеалогии данного рода. О подробностях данного исследования в нашем следующем материале выпуска. Цель программы – исследование генетической истории казахов Западного Казахстана, а также генетическая верификация щежре и версии происхождения рода ЖТРУ для проекта «Генетическая история казахов». У нас есть общий такой казахский научный проект «Генетическая история казахов». Мы исследуем происхождение казахов в целом как нации, а также историю происхождения ее субэтнических групп, то есть родов племен, которые входят в среди казахских жуза, а также тех племен, которые не входят в казахские жузы. Соответственно, исходя из этой цели, мы собираемся как бы собрать большое количество баз данных по генетике каждого рода казахского. И, условно говоря, этногенез казахов – это этногенез всех его составляющих, это всех казахских родов. То есть, если мы выявим происхождение всех казахских родов, соответственно, мы уже ответим на вопрос по происхождению всех казахов. Тут еще стоит отметить, что на самом деле мы в Ак-Тубе приехали все неправильно за определенными родами, то есть это в основном ЖТРУ, Али-Мулы, а также там другие рода, которые здесь проживают. Для того, чтобы участвовать в данном исследовании, от жителей требуется лишь знание своих щежре и жита ата, а также сдача небольшого количества крови для ДНК-анализа. Это позволит изучить ученым этническое происхождение исследуемых. Народ, который не знает своего прошлого, у него нет будущего, поэтому мы должны знать свое прошлое. И это, как говорится, нам будет поднимать дух, наш казах. К казаху мы сами миролюбивый народ, мы сами по себе, вот такие. И мы должны знать свое. А наши, у меня есть внуки, растут, они должны знать свое, откуда мы, кто. После сбора информации ученые вернутся в столицу, где в специальных условиях искровиводия ДНК, на основании которого получат результаты исследования. Благодаря такой работе специалисты смогли выводить сложнейшие группы. К примеру, есть 20 версий происхождения рода Орган. С помощью генетики ученые смогли суть от количества достоверных версий до трех. Что касается остальных групп, то они противоречат генетическим данным. Результаты будут в двух этапах. Изначально мы получим предварительные данные. То есть по каждому человеку 23 СТР-маркера. Это такие предварительные данные. Исходя из этого, люди получат их раньше. Но потом будет отдельная еще научная статья, которая на самом деле пишется долго. Потому что нужно получить, собрать людей, то есть проанализировать их, построить там такие как бы кластеры. То есть на основе анализа генетического. И после этого мы уже что-то будем иметь. И сам процесс подачи статьи, он занимает долгое время. Ну и конечно через года 3-4 мы планируем написать книжку «Генетическая история казахов». То есть это как бы наверное главный будет труд. Те, кто прошли исследование, в конце получат сертификат, который будет свидетельствовать о их генетическом паспорте. Шасан Жалбаков, журналисты Киев, телеканал Ак-Тубе.